всем привет меня зовут александра и добро пожаловать на мой цветочный канал сегодня у нас с вами будет интересное видео мы будем спасать вот этот кактус ко мне он попал сразу из саша надо что-то сделать кактус умирает спаси и помоги очень классный кактус как вы понимаете он тут как минимум перерос сио горшок как максимум нужно смотреть вообще что там с корнями по звукам он там не держится и растет чисто на корнях как будто знаете там даже почвы нет а я вижу что он тут когда-то цвел еще он очень колючий следы цветения прошлого сейчас мы с вами будем его вынимать и вообще смотреть что внутри сажать я его буду делить на несколько частей и сажать буду вот такие кактусники человечки оранжевого цвета владелец кактус любит оранжевый цвет меня правда один белый это мы ставили эксперимент сможем ли мы покрасить сио кашпо или нет а в общем то у нас остались вот такие человечки не будем сажать делить этот кактус что поехали немножко расчищу себе зону одену перчатчики но что мне подсказывает что нет не спасет того так сейчас я достану не сам эстетичную мусорку хочу наверное сразу его пытаться как-то вынуть сюда блин он такой огромный есть идея лайфхак для больших кактусов мы берем полотенце сворачиваем вот такую трубочку и дальше мы вот так вот обматываем кактус и и теория вынимаем не вынимается блин боже прикиньте не вынимается что делать то сейчас мы вот так пожамкаем это тоже обычно помогает пробуем заново поехали обматываем и ну давай блин здесь просто кирпич просто сейчас его вот так поставлю не изменится как бы ничего ну вы поняли да жесть что я могу сказать во первых явно проблемы с почвой ну просто кирпич ооо тут уже что отваливается пошла жара надо пилить будем пилить боже кто именно подводит это видео скажет что я сошла с ума нам нужно его разделить как-то на 4 части но я объективно понимаю что просто так это будет сделать непросто две части есть можно за меня порадоваться все что отваливается я потом из этого сделаю деток и посмотрите как вот так уже получше только здесь на спинячила мама не горюй мелочь покинем сюда же вообще честно скажу я не фанат кактусов не знаю как-то у меня они не хотят расти ну как они растут но вообще если кто не знал я сейчас раскрою вам страшную тайну кактусы в россии это тяжело а все просто кактусы не предназначены для жизни в россии но вы сами задумайтесь у нас какая погода у нас практически круглый год снег дождь грязь темно серо холодно а кактусы где растут в пустыне в пустыне круглый год солнце жара они вот это все это я вам сейчас к чему все собственно рассказывала по поводу погоды потому что когда говорят хочешь легкое растение заведите кактус убегите от этих советчиков если вы первое свое легкое растение заведете кактус вот поверьте мне в девяностом восьми процентов случаев больше вы не заведете ничего потому что кактус у вас умрет и вы такие ну раз кактус умер то все все вот это это мне не подвластно поэтому не совершайте ошибок не заводите себе кактус лучше заведите что-нибудь из ароидных там замякулькас ну вот чего проще а может быть даже фикус я знаю людей у которых не хорошо растут поэтому не надо кактус если вы не умеете обращаться с цветами у меня здесь есть грунт грунт для кактусов он такой земля и камушки и сейчас я буду смотреть может быть с этого еще отдыхать и что останется вот здесь корней вот наплакал скажу вам честно но посмотрите разве это корни это не корни нужно будет его еще почистить я вижу потому что там видимо он цвелл и остались какие-то вот штучки что мы делаем засыпаем сюда еще и грунта ставим кактусик у меня есть вот эти щипцы я ими буду его придерживать и просто аккуратно постепенно засыпать сейчас я опять на свинячку наверное вообще делать вот так кактус после пересадки поливается на где-то дня через два-три-четыре короче не в этот же день потому что у растений и так стресс а а это все таки кактус и вы ему еще польете и он вообще офигенно скажет это вообще что было он такой это что и все и вы считаете вращай кактус такой у нас человечек первый получился берем следующего блин когда-то в начале того как я стала изучить растения я прочитала что кактусы можно это прихватка или как это называется щипцы в общем-то для кухни я прочитала что это можно использовать и стала использовать не поверите капец как удобно вот ну что на этом наша пересадка закончена надеюсь вам было интересно посмотреть это видео ставьте лайки пишите комментарии и мы обязательно с вами встретимся уже в следующих видео